Привет, мои дорогие! Привет, привет, привет! Ну где же у меня обдерганная, облезлая киса? Ну посмотрите, какая красивая! Ну посмотрите, какая морда! Посмотрите, какая лапуля! Да, моя зайка? У нас уже шерсть сравнялась. Вот такая она ровненькая. Не любит она сидеть. Лапки, как у тигрули. Вот такие мы красотки. А посмотрите, какой у нас хвостик. И хвостик, как у тигрули. Вот, вот, нет, не хотим мы сидеть на ручках. Сейчас я тебя отпущу, сейчас. Посмотри, поздоровайся. Не захотела она сидеть, ушла, сидит вот тут на окне. Так, у нас сегодня 15 градусов, 16. Это моя погода. Тут какие-то прыщики навскачивали. Поумывалась, представляете, умывалкой. Вот этой какой-то. И начали вскакивать прыщики. Надо ее выбросить, наверное. Кися моя, кися. Ну, кто сказал, что ты облезлая? Какие люди все же бывают, да? Мало того, что, ну, на людей говорят плохие слова, да? Так еще и говорят на животных. Это я не знаю. Как можно сказать или на детей, или на животных какими-то плохими словами. Так, персики. Такие у меня персички. Кстати, не очень хорошие киви. Вот, может, сейчас оно и... Лежали они у меня с яблоками, но никак, никак, никак они у меня мягкие и не хотят становиться. Может, это такой сорт яблок? Посмотрите, он как голден такой. Но красный, как это называется. То ли браун, то ли... Конечно же, будем сейчас пить кофе. Так, надо еще где-то, моя грунта, моя хорошая. Иди в комнату, иди, моя красавица. Я ее принесла, она спала, а я ее притащила. Вон она, моя красотуля. Красопеточка моя. Вон она, вон она пошла. Не видно там, да? Нет, нет. Ну, вон она пошла. Так. Так, сейчас буду пить кофе. И сделаю, наверное, себе бутерброд. Так. Персики хорошие. В этот раз покупала персики на рынке. Они мягкие. Но какие-то, ну, все же не персиковые, не знаю. Вот не персиковые они. Я вот так прям сразу раз косточку вынимаю. Чтоб было удобно кушать. Косточку выкидываю. Так. Наконец-то я узнала, когда у меня отпуск. Я такая довольная. Будем скоро с вами... Так, сейчас я вытру тряпочкой. Будем скоро с вами покупать билеты и выбирать, куда ехать. Ну, то есть, наоборот, выбирать, куда ехать и покупать билеты. Так, чашку кофею я себе бодрящего налью. И по-настоящему. Ну как, вам не кажется, что я худею день ото дня? Ах, медленно, но верно. Что сделаешь? Вчера купила такой вкусный квас. Сейчас вам покажу. И очень вкусную колбаску. Была в пятерочке, прикупила рис жасмин. Уже сделала с ним овощной плов. Вот такой классный рис. Немного он ароматный. И он быстро варится. Если вот обычный, кстати, пропаренный рис варится дольше, 25 минут, то этот рис варится всего 15 минут. Жасмин на упаковке. Он у меня так разварился. Я, конечно, хотела немножко, чтобы он был... Но он все равно рассыпчет. И вот тут я сделала овощной плов. Запах, запах у лед. Сейчас я вам покажу. Купила колбаску. Совсем махонький кусочек сделаю себе бутерброд. Меня спрашивали, почему вы едите бездрожжевой хлеб. Я, в принципе, не поняла немножко вопроса, почему я ем бездрожжевой хлеб. Я вообще хлеб, если честно, не ем. Вот. Если мы покупаем хлеб для бутербродов, то последнее время стараемся брать бездрожжевой. У нас есть палаточка около дома с хлебом. Ну, она, в принципе, тут... Самое много таких палаток хлебных, где продается хлеб, потому что в магазине хлеб уже брать невозможно. Я раньше купала. Он зеленеет, черствеет буквально на второй-третий день. И последний апогей всего был, это когда мы купили хлеб. Не помню где. Но, правда, да, взяла такой самый дешевый белый батон. И буквально дня через два-три я его разрезаю. Представляете, сверху он такой хороший. Вот. И я его разрезаю. Он зеленый внутри. Он прям зеленеет изнутри. Может, это из-за муки. Может, это из-за дрожжей. Так, сейчас я отрежу. Я тут убрала чуть-чуть посуды, чуть-чуть поперемыла. И сделаю себе, наверное, пару вот этих бутербродов. Сейчас покажу вам эту колбаску. Прям тоненько-тоненько я его отрезаю. Да, бездрожжевой хлеб. Он не дешевый. Он дорогой. Вот этот батончик, вот этого колясика стоит 89 рублей. Но тут его много. Его хватает нам на неделю. Я беру один раз в неделю. Его хватает на неделю. Он не имеет никакого постороннего запаха, когда полежит. Он не зеленеет. Он не черствеет. Он как вот... Он не теряет своего вкуса. Он не становится кислым. Вот не знаю. Попробуйте бездрожжевой хлеб. У нас, кстати, в этой палатке целый вот ряд обычного хлеба. И отведено целый такой ряд именно бездрожжевого хлеба. Разного абсолютно. Там и белого, причем бездрожжевого, и вот такого серого. Это я беру серый. Вот, как можете видеть, бездрожжевой. И поэтому по вкусу вот так. Он не теряет своего вкуса за несколько дней. Это не то, что у меня какая-то там, знаете, вот прерогатива брать им именно бездрожжевой хлеб. Поэтому вот так. Я думаю, я ответила на ваш вопрос, что он нравится мне по вкусу, что он дольше лежит, что он за это время не теряет своих вкусовых качеств. Я помню, было время, когда мы чуть ли не каждый день ходили... Сейчас покажу колбаску. Чуть ли не каждый день ходили, покупали хлеб обычный белый. А сейчас мы покупаем, и нам хватает на неделю даже больше. Посмотрите, какую колбаску купила. Это как бы карбонатик. Она такая, называется дуэт. И тут колбаска. Вот такая классная. Как да, копченая такая. И карбонатик. Очень классный. Мне понравилось. Взяла прям маленький кусочек, потому что мне много не надо. Взяла маленький кусочек нам на... И сейчас сделаю... Нам именно позавтракать. Очень хорошая колбаска. Я вчера прям бутербродик себе сделала с кофем. Отвела душу. Сейчас я тоже у меня будет персик на завтрак. Кофе я уже себе заварила. Без сахара. Как же я давно не пила кофе вот такое черное. Все пью с молоком. Мне тут девочки посоветовали покупать либо, ну, какое-то миндальное молоко. Говорят, очень классно с кофем. Либо попробовать... Так, вот это я разрежу. Вот уже не могу такой тоненький разрезать. Ну, вот так. Еще можно. А, ну, разрежу вроде как-то так. Вот так. Так что вот таких два бутерброда. Жирная. Жирная. Все такое жирная. Немножко она сверху там, видать, от колбаски жирок настыл. Смотрите, я немножко тут прибралась, где ложки вилки. Половину ложек вилок убрала. Помыла. Сейчас еще подсохнет. Тоже уберу. А то все говорят, у меня какой-то бардак. Нет у меня никакого бардака. Это вы, значит, живете в большой кухне, если у вас нет бардака. У меня кухня маленькая. Тут само по себе негде ничего положить. Вот такой классный квас взяла Арктика. Особый, настоящий вкус севера. Объем 1 литр. И какой-то у него интересный производитель. Сейчас я вам скажу. Так. Город Мурманск. Представляете? Квас из города Мурманска. Арктика. Вкуснятинка. Я прям, знаете, вот выпью. Чуть-чуть хочу попробовать. Правда, я сейчас буду пить кофе, но кофе еще горячий. Давайте попьем квас. Расскажу вам, какой он. Написано настоящий. Я прям немножечко, половиночку, потому что еще кофе. Помните, раньше квас на разлив. Были палатки, приходили туда и такую кружку большую с пеной наливали. Смотрите, сколько пены в квасе. Какой он темный. Арктика. Производство. Город Мурманск. И вот такая пена. Помните, как в этой палатке квас, палатка называлась? И там наливали в такую огромную кружку кваску ледяного, ледяного. Ну, давайте пробовать. Квас из города Мурманска. Квас из города Мурманска. Квас из города Мурманска. вот это квас. Вот это квас. Охлаждающий. Прям такой, знаете, сладковатый. Не кислый, не горький. Ммм, такой сладенький. Как в наши старые добрые времена. Правильно сказала продавец. Говорит, что этот квас прям на ура для окрошки. Вот так. Ну, настоящий какой-то, настоящее воображение. Сейчас я вам прочитаю. Квас особый. фильтрованный, не пастеризованный, сделанный по госту. Вот. Так что вот так. Оставлю себе, может быть, на вечер или на мукбанг. Где крышка? Куда крышку задевала? Куда я крышку положила? Говорите мне. Ой, что персик пропал, что ли? Ой, один персик пропал. Представляете? Как жалко. Перележал, видать, у меня в яблоке. Придется выбросить. Очень-очень жалко. Вкусный квас. На самом деле. На самом деле, Арктика. Знаете, как такой свеженький ледочек. Свеженький ледок. Положу в холодильник, оставлю на мукбанг. Так. Какая красота. Пенный. Панна, кот там, панна. Так, что ж жирное такое? Это я потом помою. У меня посуды мало. Пара тарелок. Нравится мне вот эта футболочка. Она с двумя голубоченными кармонами. Хорошее. И молочко. Наливаю молочко. Поэтому вот так. Буду выбирать, куда поехать в отпуск. Буду смотреть. Я, в принципе, уже присматриваю. Скоро вы все узнаете. Панна, кот там, панна, кот там. Скоро вы все, мои дорогие, узнаете. Все будем покупать вместе с вами. Давайте я бутерброды положу один на один. А что нет-то? Я же не для гостей, я же для себя. И у меня вот такая белорусская, как всегда, панна, кот там. Покажу вам, как покупать билеты. Я билеты беру в основном всегда онлайн. Мне очень нравится. Уже, наверное, года три, если куда-то езжу, покупаю билеты через интернет. Раньше надо было вот столько заморочки, надо было ехать на вокзал, в кассу, там, думать, на какой тебе день, взять эти билеты, смотреть на какое время, куда, чего. Еще чуть-чуть тебе дадут, что подсунут. Сейчас так удобно. Ты онлайн выбираешь дату, выбираешь время, которое тебе подходит. Тебе открываются абсолютно все поезда. Вот единственное, я не брала через интернет на самолет, потому что я на самолет летать боюсь, честно вам признаюсь. А вот брала билеты на поезд постоянно. И очень удобно выбрать дату, выбрать время. Утром тебе надо, вечером тебе надо, ночью тебе надо. Ты сразу там видишь время отъезда, время приезда. Подбираешь себе поезд, сразу тебе открывается поезд, все открываются свободные места. Ты уже зрительно видишь, представляешь внутри вагон, по ходу движения, не по ходу движения, как ты хочешь ехать, да, ну, например, если ты едешь в Ласточке там, или в Сапсане, или там какой-то еще поезд ходит, чтобы не ехать задом, вот, а ехать по ходу движения поезда. Это тоже очень важно. Хотя вот в Сапсане я один раз брала не по ходу движения поезда, и ехала задом. и из-за того, что в Сапсане высокая скорость, там как бы вот этой тяги того, что тебя несет, вот, например, где-то в автобусе чувствуется, да, что ты едешь задом. И меня всегда мутит и тошнит. В Сапсане этого не чувствуется, видать, из-за того, ну, по крайней мере, вот для меня, для моего ощущения, для моего организма. И там из-за того, что большая, видать, скорость, вот этой тяги назад тебя не чувствуется. Вот я ехала один раз с китайцами. Так получилось, что вот именно взяла такой билет, когда против хода. Я в основном такие стараюсь не брать. Это, видать, не было билетов и пришлось взять против хода. Вот. И очень удобно посмотреть, выбрать себе место, подумать, по крайней мере, 155 раз. Удобно выбрать вагон ближе к тебе ко входу или дальше тебе ко входу. Очень-очень удобно. Поэтому, скорее всего, я буду выбирать, покупать билеты опять вот так через интернет. Я знаю, многие не умеют так покупать билеты. И я немножко покажу, вам расскажу, как это легко и просто, в принципе, никогда никаких проблем не доставляла. Даже если потом вам нужно этот билет вернуть, например, вы его спокойно возвращаете. Только смотрите, там возвратный он, невозвратный. Там очень-очень много нюансов. Пока с вами болтаю, у меня остынет кофе, поэтому... Опа! По накоду. Ну, что ты не вытаскиваешься? Что не вытаскиваешься? Представляете, не вытаскивается. Опа! Ну, должна вытащиться. О, все. Так, это выброшу. Пошла я завтракать. Всем огромное спасибо, кто были со мной. Никогда не обижайте ни людей, ни детей, ни животных. Всем огромное-огромное спасибо. Будьте добрее, будьте добрее в словах. Кому интересно, подписывайтесь. Всем до свидания и пока.